Превысил скорость и попал под прицел фото и видеокамеры. Жди послания от ГИБДД. Теперь и в Верхней Салде нарушения правил дорожного движения фиксируются автоматически. Выявлены первые водители-лихачи. В автоматическом режиме выявлено порядка 50 нарушений правил дорожного движения. Я думаю, в ближайшем будущем придут определенному количеству автолюбителей, которые превышают скоростной режим, так называемые письма счастья с города Екатеринбурга. С автоматической фиксацией, с фотографией, со скоростью уже отвертеться от этого наказания очень сложно. Практически невозможно. Там фотографируется все четкое госномер, скорость, место, число. Любителей тонировки тоже ждет сюрприз. Направление технического надзора расформировано, а значит остановить тонированную машину может любой сотрудник ГИБДД. Собственность водителя тонировка изымается. В обязательном порядке такую тонировку мы изымаем протоколом изъятия вещей и документов. На основании чего? На основании того же административного кодекса, в котором есть статья, позволяющая инспектору, да любому должностному лицу полиции, значит, изымать вещи, которые имеют место быть, то есть имеют отношение к совершению административного правонарушения. Значит, изъяли мы пока три вот таких тонировки. Изъята данная тонировка, он пояснил, что она ему обошлась 9 тысяч рублей. Вот, очень долго возмущался на проезжей части. Как бы я ни старался с ним лично, беседовал, объяснил ему законодательство. Он все прекрасно понимает, но, тем не менее, значит, ведет себя неадекватно. Но, в принципе, действия у него не перешли за грани того, чтобы составить на него протокол за неповиновение. Значит, а в отношении двух водителей, с верхней солды один и с нижней солды другой, значит, были составлены протоколы, в которых протоколы за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Количество нарушений правил дорожного движения, равно как дорожно-транспортных происшествий, не уменьшается. С начала этого года совершено 1272 ДТП. Закон к нарушителям суров. Но иногда несовершенство законодательства водителям только на руку. Особенно повезло тем, кто ездит с нештатным ксеноном. Почему существует сложность выявления данного правонарушения? Значит, там законодатель, чтобы выявить и задокументировать данное правонарушение, в обязательном порядке должны быть изъяты предметы, то есть должны быть изъяты лампы. Вы представляете, если в темное время суток вот с этим ксеноном едет человек, мы останавливаем его, составляем протокол, взимаем лампы. Дальнейшее его как движение. Дальше. Не всегда инспектор имеет техническую возможность, то есть не всегда квалификация инспектора позволяет разобрать ту или иной прибор на автомобиле. И там достаточно сложно это сейчас все разобрать. Если не дай бог поварить эту машину, значит, владельцу появляется возможность обратиться с исковым требованием о возмещении ущерба. Значит, ну, еще раз говорю, еще раз говорю. Работать, конечно, будем в этом направлении. Будем. И работаем. Телеграммы приходят с области, требуются. Но, к сожалению, выявить его очень сложно. Необходимо внести изменения в законодательство, которое позволяло бы фиксировать только каким-то другим способом, но не путем изъятия, потому что это очень неудобно. Среди нововведений, которые ждут салдинских водителей, установка видеокамер на магистральных улицах и перекрестках, появление новых и реконструкция старых искусственных неровностей. Но основными критериями для безопасности дорожного движения должны стать профилактика правонарушений и ужесточение наказания. Продолжение следует...